доброго времени суток перед началом просмотра этого видео рекомендую подписаться на канал компьютерапия сделать это можно просто нажав на кнопку подписаться под этим видео и нажать на колокольчик уведомлений чтобы не пропустить выход новых видео приятного вам просмотра в этом видео поговорим о создании презентации программе powerpoint нюансы оформления и работы с презентацией так как зачастую для представления какой-либо информации будь то студенческий доклад или описание бизнес-плана более наглядной форме используют презентации так как это служит не только интересной подачей но и способствует лучшему восприятию итак первое что вы видите когда открываете powerpoint это шаблон титульного слайда для удобства на вкладке главное в меню создать слайд подобрано несколько шаблонов для различного назначения однако вы можете создавать и свои типы как говорится на чистом листе можно как удалять блоки для текста так и добавлять новые создав титульный слайд необходимо добавить слайды для основной информации это можно сделать либо выше указанном меню либо кликнув правой кнопкой мыши на поле слева выбрать создать слайд автоматически программа потянет универсальный слайд с полем для заголовка вверху и полем для добавления текста изображения видео диаграммы смарт-арт фигур таблицы тому подобное причем вам не нужно искать вкладку через которую нужно добавить тот или иной элемент хотя можно и так заморочиться достаточно просто кликнуть на данном слайде по соответствующей иконке после чего перед вами откроется соответствующее меню в целом вся панель управления полностью аналогично панели управления в word что касается оформления его можно выбрать на вкладке дизайн если ни один дизайн вас не устроил и вы хотите самостоятельно разрабатывать дизайн тогда можно в качестве фона использовать любую картинку для этого на первом слайде сделаем клик правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберем формат фона рисунок или заливка ставить из файл и укажем пути желаемому изображению важно при нажатии на кнопку закрыть фон рисунка будет применен только к текущему слайду нажав применить ко всему соответственно фон будет установлен во всей презентации нажав восстановить фон мы вернем исходный вид слайдов в качестве примера мы добавили картинку из набора стандартных изображений кстати говоря к первому слайду применен третий градиент в синем цвете изменюсь телефону но я думаю дальше созданием и оформлением вопросов не будет поэтому расскажу немного о формате слайдов а именно об изменении формата с установленного по умолчанию 4 на 3 на 16 на 9 для просмотра презентации в полноэкранном режиме full hd для этого переходим во вкладку дизайн жмем на параметры страницы выбираем нужный нам формат после проделанных действий при выборе формата 16 на 9 слайды должны как бы вытянуться по горизонтали для начала просмотра вы можете нажать горячую клавишу f5 или на вкладке показ слайдов кнопку сначала для перемещения между слайдами используйте стрелки вправо влево или нажатие левой кнопкой мыши для более удобного просмотра можно настроить автоматическое переключение слайдов с определенной выдержкой времени настройку времени смены кадров блоков начала показа и прочее можно выбрать на вкладке показ слайдов в отношении отдельных элементов кадра это очень удобно когда нужно показ содержимого слайда осуществлять последовательно на вкладке переходы можно выбрать вид перехода одного слайда в другой а на вкладке анимация подобрать эффект появления каждого отдельного блока или элемента слайда а также установить очередность появлений тех или иных элементов все зависит от того с какого элемента вы начнете устанавливать данные эффекты то есть для настройки переходов слайда воспользуемся вкладкой переходы а для настройки эффектов появления отдельных элементов и блоков вкладкой анимация настройки переходы вкладка еще одна полезная функция презентацию можно сохранить в формате pdf для этого на вкладке файл выбираем сохранить как и во всплывающем окне в строке типа файлов выбираем pdf для того чтобы сохранить презентацию как видеоролик необходимо во вкладке файл выбрать сохранить как и выбрать тип файлов windows media видео в последующем данный видеоролик можно просматривать на проекторе или загрузить на видеохостинг youtube если вам понравилось видео ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал